Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Березин и я рад вас видеть на канале Вилон. Давненько я не снимал видосы, просто не было времени. Всем, кто смотрит канал, спасибо за ожидания. С сегодняшнего дня начнем снимать видосы и впереди будет много интересных видео. Ну что, друзья, вот такой красавец к нам приехал. Это велосипед Trek Marlin 6. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Ну, я решил, снимая видосы, так как цены растут, за ними не успеваешь угнаться. То есть, на сегодняшний день актуальная цена в Беларуси на этот велосипед 1983 рубля. Идет скидка, сейчас акция. То есть, за 1783 рубля вы можете купить этот велосипед 23 июля. Дальше, ну, непонятно, какие цены будут. Давайте поговорим про этот велосипед. Что он из себя представляет? Ну, классическая алюминиевая рама у треков с ними. Все хорошо, кому-то нравятся вот эти грубые швы, кому-то не нравятся. В комментариях под прошлыми видосами, если интересно, зайдите на канал, почитайте. Кто-то пишет, что ничего страшного, кто-то пишет, что швы просто ужасные. Я брал на тест себе седьмой Marlin. Хороший, классный велик. Меня, в принципе, эти швы совершенно не напрягали. Ну, в данном случае цвет очень красивый. Идем дальше. Вилка. Забегая немного вперед, или, в принципе, назад, скажу следующее, что эти велики от 2020 года совершенно никакого отличия нет. То есть, та же самая вилка с масляным картриджем, с блокировкой. Просто рабочая вилка для обычного пользователя хватит за глаза. Ну, а в нынешних реалиях даже приходится более серьезным катальцам покупать такие велосипеды на таком навесном оборудовании. Хорошие покрышки Buntraiser. Я на своих откатал 500-600 километров примерно. Может, чуточку меньше. Износа никакого не было. Дорогу держат клево. На седьмом Marlin стоят точно такие же покрышки. Итак, идем дальше. Давайте поговорим про трансмиссию. Говорить хорошо или плохо я про нее не буду. Спереди установлен Double, то есть, это система под две звезды. Сзади у нас установлен задний переключатель Althus. Вполне рабочий, хороший переключатель. Кассета, что немаловажно, установлена. И восьми скоростная трансмиссия спереди. Две звезды, сзади восемь. Из плюсов этой трансмиссии она довольно недорогая. Соответственно, расходники, цепи, звездочки стоят недорого. Из минусов, ну, сейчас очень так популяризируется этот Single Speed. Все ставят одну звезду. Система неразборная. Соответственно, придется менять целиком переднюю систему шатунов. Довольно дорого. Но, купивши такой велосипед, на пару лет у вас никаких проблем точно не будет. Будете кататься спокойно на Double. Сидение на этом велосипеде тоже установлено клевое. Будете кататься, будет все у вас хорошо. Качество хорошее. По комфорту тоже. Ну, единственное, что к любому сидению нужно привыкнуть. Будьте к этому готовы. Часто люди, покупая вот в конкретном случае такие велосипеды, сразу ставят широкие диваны. Не спешите. Покатайтесь в месяц. Будет неудобно. Не привыкнете. Тогда и поменяйте. Так, сидение клевое. Классические педали, на которых, ну, в принципе, покатаетесь. Я сразу, когда купил велосипед себе 7-й Marlin, сразу педали снял, поставил контактные педали. Ну, продал этот велосипед самому знакомому товарищу 7-й Marlin. С этими педалями, в принципе, катается. Вроде как все хорошо. Молодцы, вот не помню, в этом году клеят сразу защиту пера. В том году вроде ее не было. Либо она была какая-то такая, ну, поролонка, или что-то там вроде того. Не поролонка, извиняюсь, а кусочек скотча какого-то прозрачного. Сразу в 6-м Marlin и в 5-м Marlin установлены удобные анатомические грипсы. Честно скажу, вот у меня на 7-м Marlin стояли просто классические грипсы. Эти мне больше нравятся. Вот прям как есть. Колеса тоже здесь хорошие на этом велике установлены. Колеса у трека вопросов, в принципе, я никогда не встречал. Уже много лет мы их продаем. Двойные усиленные обода, фирменные от компании Bontrager. Хорошие втулки. Втулки, если мне память не изменяет формула. Тут резиновые пыльнички, защита, все как положено. Соответственно, покупая эти колеса, или покупая данный велосипед с такими колесами, так как у них там в 5-м, 6-м, 7-м и, наверное, до 7-го Marlin они примерно, даже не примерно, а точно все колеса идут одинаково, и, соответственно, проблем у вас не будет. Я лиц со своими там 90-килограммами успел покататься на 7-м Marlin, так сказать, попрыгать, поездить по сложным трассам, и проблем никаких не было. Ни восьмерок, ничего не всплывало. Тормоза установлены гидравлические, Tektra, простые, надежные тормоза, на которых, в принципе, много людей катаются, и поначалу их вроде боялись. На сегодняшний день могу ответственно заявить, что с этими тормозами никаких проблем практически никогда не бывает. Будете кататься, и у вас все будет круто и классно. Тормозят они в чем-то даже лучше, чем шамановские тормоза MT200. В остальном хочется подвести итог. Это простой, надежный, хороший велосипед. Да, он стоит недешево, и на сегодняшний день реалии таковы, что в нашем мире, в наше время сейчас все значительно дрожает, но надо к этому просто привыкнуть, если вы решили купить себе простой, хороший, надежный велосипед. На эту модель однозначно стоит обратить внимание. Что вы получите в данном велосипеде? Простой, надежный велик с хорошими комплектующими, начального-среднего класса. Если вы ищете велосипед для прогулок в парке, каких-то покатушек, небольших фитнес, этого велосипеда будет вам достаточно. Плюсы этого велика. Его можно апгрейдить, соответственно, со временем поставить какую-нибудь классную, воздушную вилку, поставить другую систему шатунов, поставить сингл-спид, установить трансмиссию более высокого класса, так как база рамы тут хорошая, колеса, покрышки тоже довольно классные, сидения, грипсы, руль. Все то же самое практически идет, что и у более высоких велосипедов от компании Trek. Да, он идет под эксцентрики, но если вы не супер катались, не весите там 150 килограмм, и не гоняете какие-то суперские марафоны или там трейлы, вам будет, поверьте, эксцентрика вполне достаточно. Ну и самое интересное, мне вот очень нравится, у Trek у них всегда красивые классные рамы, вот эти фишки с отражением сделанные. Так что, если вы рассматривали этот велик для покупки, не как реклама, на него однозначно стоит обратить внимание. Еще огроменная просьба, зайдите под видео и напишите комментарий, как вам такой велосипед. Если вы знаете велосипед, который лучше стоит, дешевле, напишите комментарий, кидайте ссылки, мне будет интересно почитать, и многим людям тоже будет интересно посмотреть, при выборе велосипеда, что бывает и что лучше купить. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди будет много интересных видосов. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok